Все клубы у гостей к нам. Сегодня Владимир стал центром съезда представителей футбольных клубов зоны Запад 2-го дивизиона Первенства России по футболу. Подобные мероприятия, профессиональная футбольная лига, в которую входят клубы 1-го и 2-го дивизионов, ежегодно проводят после первой части сезона. Президенты и главные тренеры клубов обсудили сложности подготовки к возобновлению первенства, а также наметили перспективы будущего сезона, который стартует уже летом. Натронули представители регионов и вопрос о возвращении на старую календарную систему весна-осень. В условиях нынешней профессиональным клубам 2-й лиги приходится тяжело, ведь состояние полей в большинстве регионов оставляет желать лучшего. В свое время комиссия была создана, которую возглавлял первый вице-президент РФС Никита Павлович Симоньян. Ну и Виталий Иванович, как взобновил свой деятель в Российском футбольном союзе, в качестве руководителя уже по этому поводу высказывался. Что до 2018 года рассматривать целесообразность возвращения на старую календарную систему, наверное, пока нет. А в дальнейшем не исключен такой вариант развития событий. К слову, Владимирская торпеда возобновит свои выступления 10 апреля игрой на домашнем стадионе с подмосковной колонной. После 17 матчей черно-белые расположились на шестой строчке турнирной таблицы, на три очка отставая от третьего места. Полторы недели назад команда вернулась с южного сбора в Крыму, где провела пять товарищеских поединков, двух из которых одержала победу, столько же проиграла и один матч завершился ничью. Сейчас торпедоцы завершают выступление в товарищеском турнире в Нижегородской области. Сейчас сложно сказать. Это будет известно, наверное, после заключительного матча этого чемпионата 31 мая с текстильщиком Ивановым, как мы сыграем. И, соответственно, будем знать, как мы подготовились хорошо в межсезонье или многоточие.